Подруги, доброе утро! Скажи, подружки, привет! Всем привет и доброе утро! У нас первый солнечный день и первое утро после возвращения домой с роддома. Так, чтобы вы понимали, вчера мы приехали домой в абсолютно чистую квартиру. У нас была заказана бригада уборщиц, которые убирались и все приводили в порядок. Мы приехали, вы поняли, да? Короче, 120 евро зря потратили, по-моему. В общем, у нас первое утро. Тут человек новый. Привет! Поел и спит себе прекрасно. В общем, как у нас прошла первая ночка? Первая ночка прошла как нельзя хорошо и замечательно, потому что этот замечательный человек спал у себя в комнате с самого вечера до 8.30 утра и пришел к нам, вот, 8.30, открыл свою дверку и пришел к маме, прилег в обнимочку, с нами еще полежал. И все, всю ночь он спал, не вставал, к нам не приходил. И я, на самом деле, я волновалась, что из-за эмоций он, ну, как бы, будет пробуждаться, естественно, он будет плакать. И, ну, короче, сложный эмоциональный день для малыша. Но нет, спал все хорошо. Этот малыш, Грант, привет! Он тоже прекрасно спал, весь вечер ел, спал, ел, спал. И также он великолепно спал всю ночь. Я кормила его три раза, и он даже не плакал. Ну, то есть я вот опускала вот этот бортик нашей кикокроватки, лежала здесь, естественно. И каждое его мурчание, понятное дело, я слышала, не могла на него отреагировать и тут же встать и его покормить. И, в общем, поэтому до плача мы этой ночью не дошли. И, что еще очень важно, у меня, наконец-то, вчера вечером пришло молоко. И там уже не молозиво, там уже молоко. Объем, понятное дело, наверное, не такой большой, но в целом это уже молоко. И поэтому ребенок насыщается, он ест, и он уже у нас не голодный. Тут мы практикуемся, очевидно, к саду, да, готовимся. Мы научились раздеваться, и нам очень важно снимать наши майки и класть их в ящик с одеждой. Ну, поэтому тут вот такая вот вечеринка вот, человек занимается. Из нашей обстановочки. Значит, здесь у меня всю ночь, естественно, горела моя машинка белого шума и светильничек. И это, на самом деле, очень крутая штука. Я закажу Рэму вторую, поскольку, во-первых, она очень хорошо помогает видеть малыша и во время кормления следить за тем, чтобы он правильно взял грудь. И белый шум, понятное дело, он успокаивает. Тут всякие разные есть прочие режимы, но я использую либо шушуканье, либо белый шум, где можно еще колыбельную включить. Вот. И вторую Рэму я хочу тоже такую заказать, просто потому что мы заметили, что у него, очевидно, вот эта история двухлетки. И он начинает бояться немного темноты. Тебе помочь надо? Ну, потому что надо через голову вот снимать. Давай, поднимай. Нет? Ладно, давай через попец твой. Ну, в общем, майка была успешно снята. Короче, он начинает бояться немного темноты. И поэтому ему комфортнее с ночничком засыпать. Поэтому, в общем, я такую штуку вторую закажу. Какой у нас сегодня план? Ну, первое, вы видели в нашем предыдущем влоге, что Рэм великолепно и замечательно встретил маленького братика. Но вот эта нежность, то, что он приносил игрушечки и взял его на ручки, она превратилась в жесткий энтузиазм. То есть он вот со своей комнаты, знаете, так стрелой прибегает, начинает дергать кровать, трясти. Он попытался дернуть одеяло, пока малыш спит. И когда я кормила здесь ребенка на своей подушке, он сказал, типа, что это такое, сиськи мои. И попытался своей рукой отодрать его от моей груди. Следовательно, нам нужно сделать так, чтобы здесь ему было максимально трудно подобраться к кровати ребенка. Поэтому мы будем это все дело вот так вот пытаться крутить. Попробуем поставить из головы кровати туда, к окну, чтобы кроватка Гранта была у, господи, у стены. И, следовательно, чтобы ребенку было максимально сложно туда подобраться, по крайней мере, чтобы это дало мне нужные секунды, отреагировать и препятствовать тому, чтобы ребенок, ну, как бы, вот, буйствами своими не занимался, и чтобы его, ну, вовремя, как бы, остановить. Поэтому вот сегодня мы будем заниматься этим. Также мы поедем в магазин, нам нужно купить зеркало для машины, чтобы видеть ребенка в автокресле. Потом нам нужно купить комбинезон, поскольку те, которые есть, они очень большие. И малыш, ну, у нас невысокий вот этот раз, 52 сантиметра. И, ну, в общем, какие-то такие еще бытовые штуки. Но в первую очередь нам нужно вот разобраться с этой ситуацией, как нам организовать наш сон и вот наше расположение мебели в этой небольшой комнате, чтобы все это дело, ну, как бы, работало. Ну, а до этого вот мне приготовили прекрасный завтрак, вкусный кофе. И я сегодня просто в счастье. Так что, подружки, наслаждаемся. А еще у меня есть цветочки. Ну, вот как же возможно, что вот такая милота у нас тут есть. Мы тут его приодели. Все у нас прям красиво, чистенько, на солнышке. Да, сегодня чуть-чуть? Сегодня у нас хорошая погода, будешь сегодня чуть-чуть на солнышке, чтобы желтушка твоя быстрее прошла. Ну, малыш, сейчас мы будем тут тебя организовывать. Так, Рэм, аккуратно, зайка, аккуратно, зайчик. Да. Хочешь поцеловать, братик? А поцелуй аккуратно. Только аккуратно. Вот так вот, молодец, все. Все, аккуратненько, аккуратно. Не-не-не, не дергай, не дергай, не дергай. Рэми, все-все-все-все. Да, любовь твою не сдержать, господи. Ну, в общем, в шезлонку положили. Здорово, что я еще заказала вот эту ставку для новорожденных, потому что когда Рэмбл маленький, вот эту мамару, мне приходилось всякие разные, господи, как они называются-то, всякие тряпки и одеялка, и валики, и что только не придумывать. Вот тут вот прям все. Удобно и здорово, да? Теперь тебя пристегнуть. Малыш, и мы пойдем твою кроватку устанавливать немного более удобно и безопасно, чтобы твой братишка немного усмирить его любовь. Пыл, так сказать. Кое-кому очень сильно нравится. Да, скажи, успех? Ну вот, все, малыш отдыхает, челит, а мы тут продолжаем переставлять мебель, сейчас покажу вам, что у нас получается. Но мне кажется, что все прям как надо. Так, подружки, еще кто меня спрашивал, какими подгузниками мы пользуемся? Пока я еще не могу ответить на этот вопрос, просто потому что мы вот таким вот прекрасным образом тестируем разные подгузники и смотрим, какие нам больше всего подойдут. Что у нас здесь имеется? Значит, давайте с этого края. Первые – это генки Нью Борн. Так, потом у нас здесь памперс. Потом у нас Муни. Потом у нас вторые памперс. Одни из них пюр, одни простые. Эти генки, это М размер, это уже большие. Тут снова памперс. Потом здесь есть вот такие вот Эко Бай, как они там называются? Нэти, наверное, так они называются, не знаю. Потом Хэппи Белла. Наверное, так они называются. Здесь у нас разные размеры, но в целом-то у нас вот здесь вот второй, очевидно, или первый, первый даже. Где-то он у меня тут в пачке был. Потом у нас Блэк Рэббит. Эти я очень хотела попробовать, поскольку они такие прям от всех отличаются. И очень клевая упаковка, когда каждый подгузник, он упакован отдельно. Так, потом у нас здесь Offspring. Эти тоже мы протестируем. И что еще у нас осталось? А, еще у нас есть упаковка подгузников в подарки от Роддома. Вы тоже мне спрашивали показать, что же в Риге дарит Роддом. Ну вот, а в Риге Роддом дарит вот такой вот целый пакет. Я на самом деле так особо еще и не разбирала его, и не смотрела, что здесь внутри есть. Ну, в общем, вместе можем это сделать. Всякие разные буклеты, буклеты, буклеты. Так, это очевидно какая-то стирка. Да, это для стирки средства. Отлично, попробуем. Значит так, что у нас здесь? Хаггис. Вот, у нас еще здесь хаггис, который нам нужно протестировать, попробовать. И еще одна упаковка памперсов. Очевидно, первого размера. Который, наверное, вот сюда. Ну, в общем, они сюда. Потом нам еще подарили целую упаковку влажных салфеток хаггис. Окей, ладно, они пусть будут на прозапас. Мало ли, мои любимые мотер-ваписы как-то закончатся. А, и тут еще есть вот такие вот какие-то тоже супернатуральные. Бамбо-на-чур. Вот такие вот подгузы. Беленькие с божьей коровкой. Ну, окей, ладно. Этот бренд тоже попробуем. Ну, и вроде бы все. Вот это все, что дарит роддом. Аришская дума нам еще в роддоме подарила книгу для малышам. То есть такой альбом, где можно там записывать все его какие-то главные моменты развития. Ну, в общем, вот так выглядит мой ящик по подгузам. Мы уже начали, естественно, тестировать, пробовать, какие нам нравятся, какие не нравятся. Ну, я думаю, через недельку-другую дам вам свой вердикт, какие подгузы нам зашли, какие не зашли. И на каких мы остановились по итогу. Ну, вот что у нас получилось. Конечно же, с точки зрения интерьера, это ужас ужасный. Но нам в данный момент главная безопасность новорожденного малыша. И, в общем, поэтому приоритеты, сами понимаете, расставляются соответствующие. Что у нас вышло? Значит, здесь у нас часть кухонной столешки занимают вещи, которые нужны для малыша, чтобы его пеленать, переодевать и так далее. То есть комод белый и киевский, который стоял там, мы передвинули вот сюда. Он встал здесь. И, значит, здесь у нас подгузники, одежда Рэма Мая, какая-то одежда. Здесь, значит, я могу пеленать Гранта. И для него корзинка со всем необходимым под рукой. То есть она постоянно пополняется по мере использования вещей, которые здесь есть. То есть здесь у нас крем, пеленки, подгузники, салфетки, крем для попы. Какую-то игрушечку мы туда положили. Тут еще мой крем для груди, пурилан. Потом, господи, как их там, слюнявчики всякие разные. Ну и так далее. Короче, для сосочки стерилизатор, который постоянно используется. Ну и чистые тоже вот там дальше еще слюнявчики. Вот так это все выглядит. Сюда мне нужно надеть только чехол. Потом мамару качель мы поставили вот сюда в уголок. Тоже для того, чтобы Рэм никаким образом ни в одну из сторон не мог опрокинуть эти качели. То есть даже если он тут будет пробегать, здесь не так много места. Что, конечно, как я сказала, с точки зрения интерьера и, в принципе, жизни в четвером 50 квадратных метрах. Ну что-то мне вообще как-то непонятно. Короче, ладно. Дача есть дача. Что поделаешь. Значит, мамару у нас стоит здесь. Человек довольный лежит здесь. Ну и дальше тут у него как бы 19 вариантов, как возлежать. Родительская кровать. Зевушка, которую-то уже он заценил. И, в общем, сюда мы поставили его кроватку. Кроватка сейчас у нас прям вот впритык к стене и моей кровати. Поэтому с этой стороны Рэму будет сложно. Ну, как бы, по крайней мере, тут нужно как бы время, чтобы отбежать. Он туда забраться не сможет. Как только мы встаем и Рэм, в принципе, здесь, мы поднимаем бортик к кровати. Вот таким вот образом, чтобы и со стороны моей кровати ему было сложно подобраться к ребенку. Уже не говоря о том, чтобы что-то туда швырнуть. Но за этим мы следим. То есть я уже вот каркаю, как попугай, что рядом с кроваткой малыша никаких игрушек. Ну и здесь с этой стороны у нас стоит столик. Тут у нас ночнички и наш увлажнитель воздуха. Кто спрашивал? Это швейцарская фирма Stadler Form. Вот сейчас покажу. Если будет видно, вот так пишется. Если не забуду, оставлю ссылку в описании видеоролика. Здесь снизу сразу покажу. Вот здесь есть, видите, специальный отсек. Также для ароматерапии, чтобы пользоваться им было уж сильно приятно. Очень классная штука. Включаем каждый день. Здесь есть способ управления с кнопок на самом приборе. Индикаторы все. Воду видно, подсветка. И также здесь он показывает влажность воздуха. Также есть еще пульт управления. Есть маленький портативный мониторчик. Я пока, Рэм, большой интерес к ним проявляет, и дабы это все дело не сломать, удалила. И управляю им как раз таки с кнопок прибора. С маленькими детьми мне так удобней. Ну, в общем, штука прелестная. Так что, кого интересует хороший вариант увлажнения воздуха и ароматерапии, Stadler Form. Очень крутая компания. Причем вот этот конкретный, у него была акция. Там в подарок как раз таки идут фильтры дополнительные. Идет вот как раз таки это эфирное масло. Релакс с цитрусом, лавандой и очень вкусный запах. Ну и, короче, очень хорошее предложение. Так что, да, попробую не забыть, оставить вам ссылку. Ну и все. Вот так вот выглядит наше великолепное помещение с баранками ребенка. Так что вот так вот все. Сейчас буду кормить всех своих малышей. В два часа положим Рэма спать и съездим с Арсем и Грантом в магазин. Ну, человек, у тебя там... А ты сумку взял? Сумку с машины? Я? Ты? Я взял молодец, а доставываю. А сумку ты взял? До свидания. Иди. Держи. Зачем меня туда берешь? Вот так рожать для них. Вот она, сумка Дуны. Попку напоминает. Тут наши печеньки, короче. Я вот... Сегодня мозг творог. Я вообще все забываю и не понимаю, что происходит. И забыла камеру. Поэтому сильно мы тут снимать не будем. Мы быстро прошвырнемся по магазам. И так, сейчас я вот эту штуку сюда прицеплю. Назад. И, короче, подключусь к вам уже дома. Покажу, что мы купили. И что у нас как? Что? Что? Какой-то борзый начался. Ты можешь поесть? Я только что родила. Я тоже родила вообще-то. Что за происходит? Короче, у меня тут все ситуация. Вот так вот мы и прицепили. Короче, ладно. Котеночек цвет. Надели на него одежку Рэма. И, в общем, мы сейчас покатили за всякими штуками. Как я уже сказала, дома покажу. Подружки, мы приехали домой. Сколько мы были? Два часа, да, наверное? И ребенок все время спал. И вот так он и, в общем, и приехал домой. Вот эта маленькая. Я не знаю, как это публика назвать. Тебе есть пора. Алло. Мама скоро это треснет. Нет? Не интересно? А меню, может быть, желаете посмотреть? Нет? Тоже нет. А ты что? Здрасте. Ждал нас? Молодец. Так, аккуратно. Братюнь, аккуратно. Так, ты, главное, пыл свой. Немного свой. Так, личика нет? Можешь поцеловать, если хочешь. Только вот шапку окей, ладно? Аккуратно, котенок. Пожалуйста, аккуратно. Так, мы приехали домой с уловом. Мы привезли арбуз. Сейчас быстро показываю, что мы гранты купили. И мне пора его кормить. Иначе тут у нас будет вселенская катастрофа. Короче, вот. Я купила ему комбез. Вот такой вот тепленький. Прям приятненький. И внутри у нас вот здесь вот хлопок сидела. Это до месяца, максимум двух. Но пока грантик в нем будет тонуть. В связи с тем, что у меня тут такая удача с кормлением. И у нас все получается. Пока получается, надо ловить момент. Значит, я купила пакетики для этого молока, чтобы его хранить. Единственные нормальные контейнеры в том магазине, где мы были, я нашла вот эти. Это что у нас? Компул Бэйби. Фирма, которую я вообще не люблю. Но других вариантов у меня не было. Авента там не было, поэтому я взяла четыре таких. Но это просто, чтобы свеженькое заливать. В холодильнике остужать и добавлять к тому молочку, которое уже остыло. И потом в морозилку отправлять. Так, потом Арсику мы в Заре купили. Худи и кое-какие вещи. И еще мой муж подарил мне пальто. Мы зашли в Масиму Дути. Это тоже было единственное красивое, которое я нашла. Вот такое вот шерстяное. Хендмейд, все дела. Ну, в общем, качество великолепное. Я думаю, в последующих влогах вы не раз еще меня в нем увидите. Спасибо тебе, муж. Ну вот, такое вот красивое, шерстяное, очень качественное пальтишко, которое мы нашли. Быстро пробежавшись по магазинам. В общем, муж сказал, нравится. Берем. Отлично. Значит, берем. И, кстати говоря, про подарки. У нас тут в Инстаграме была тема про пуш-презент. Кто не знает, что такое пуш-презент, это подарочки, которые папочки дарят мамочкам за то, что те вытолкали из своего магического места детей. Но в нашей семье пуш-презент достался ей папе. Я ему подарила такие великолепные духи. Вот красота. Коробка одна чуток стоит. Сегодня все в подарках, все счастливы, довольны жизнью. Да? А мы с этим чудиком побежали кормить братика. Давай? Пойдем. Пойдем. Ну, в общем, подружки, давайте. Увидимся в следующем моем видеоролике. Давай, котенок. Сейчас папа будет вытирать. Мы тут сильно, я же говорю, простыли. В общем, давай, Грант, теперь ты говори подруге пока. О, проснулся. Отлично. Ремень, скажи подружке пока. Пока. Да не Грантик пока. Подружке пока. Ладно, все, давайте. Пока сумасшествие у нас не началось, я пошла кормить ребенка. Пока.